Всех приветствую на канале Татьяна Темис. Если вы желаете поддержать канал, ссылка в описании. Не забывайте подписываться на канал. Тема номер 26. Инфляция и семейная экономика. Вспомним, в чем заключаются рыночные отношения в экономике, почему возникает неравенство доходов, какие меры проводятся для социальной поддержки населения с низкими доходами, как осуществляется семейное потребление, как строится семейный бюджет. Подумаем, от чего зависит благополучие домашнего очага, как сберечь и увеличить свои доходы, зачем люди копят деньги. Экономическая деятельность семьи направлена на удовлетворение разнообразных потребностей ее членов. Успешность решения этой задачи зависит в значительной степени от того, насколько эффективно семья распоряжается своими ресурсами и, в первую очередь, денежными. Номинальные и реальные доходы. В рыночной экономике, как вы уже знаете, цены на товары изменяются в зависимости от изменения спроса и предложения. Одни товары дешевеют, другие дорожают. Для рынка характерны колебания общего уровня цен. Однако для современной экономики стало правилом изменения уровня цен на товары и услуги преимущественно в одном направлении – их рост. Большинство экономистов объясняют это несовершенство самого рынка, в частности, недостатком конкуренции. Если у производителя товара нет конкурентов или их мало, то он стремится диктовать выгодные для себя высокие цены. Если же спрос падает, то он скорее будет сокращать количество выпускаемых товаров, но не снизит цены. Общий уровень цен только растет. В результате покупательная способность денег падает. То есть на одно и то же количество денег можно купить все меньше и меньше товаров. Например, если потребитель сегодня на 200 рублей может купить определенный вид товара, например, мясные продукты, то в результате роста цен в два раза через некоторое время он сможет позволить себе купить на эти деньги только в половину меньше. Превышение допустимой массы денег в обращении приводит к их обесцениванию, то есть к инфляции. Она проявляется в виде долговременного повышения цен на товары и услуги. Россияне последние десятилетия живут в ситуации, когда цены на товары и услуги постоянно повышаются. При этом цены растут, как правило, быстрее, чем, например, заработная плата или пенсии. Какое влияние оказывает инфляция рост на уровень жизни населения каждой семьи отдельного человека? Безусловно, благополучие семьи отдельных граждан во многом зависит от уровня их доходов. Доходы, получаемые в рыночной экономике, рассматриваются и как номинальные, и как реальные. Номинальный доход – это сумма денег, полученный гражданином или семьей в целом за определенный период времени. Реальный доход – количество товаров и услуг, которые гражданин или семья может приобрести в определенный период времени на свои номинальные доходы. Рост реальных доходов семей зависит от соотношения темпов роста номинального дохода и общего уровня цен. Так, если зарплата за год вырастить на 20%, а цены на 30%, то реальные доходы составят лишь 92,3%. От прежнего уровня, то есть снизится на 7,7%. Инфляция действует на реальные доходы отдельных граждан и семей по-разному. Если зарплата работающих членов в семье растет пропорционально росту цен, или семья владеет дачей, квартирой, их стоимость растет вместе с инфляцией, то она ничего не потеряет. Серьезно страдает от инфляции жизненный уровень тех, кто имеет фиксированные доходы – пенсионеров, студентов, получающих стипендию, инвалидов, многодетных семей, работников бюджетных отраслей, врачей, учителей, работников культуры. Цены на товары и услуги растут регулярно, а доходы названных категорий граждан пересматриваются правительством периодически и повышаются практически всегда с опозданием, отставая от темпов инфляции. Люди, откладывающие деньги, отказываясь от потребления, несут напрасные жертвы. Их накопления тоже могут обесцениться, а каким образом об этом, речь пойдет позднее. В России при переходе к рыночной экономике, особенно с 1992 по 1997 год, инфляция приобрела значительные размеры, что привело к падению денежных доходов населения в этот период на 40-50%. Большинство экономистов считают, что инфляция особенно высокая, явление в целом негативное для всего общества. Как влияет падение реальных доходов населения на экономику? Заинтересовано ли государство в обеспечении высоких и стабильных доходов своих граждан? Есть ли связь между семейной экономикой и экономикой страны? Эти вопросы были предметом исследования известного английского экономиста XX века Джона Кейнса. Он изучил, в частности, влияние сдвигов в уровне цен на положение населения. Трактат о денежной реформе обосновал идею о том, что реальный национальный доход определяется эффективным спросом. Ученый разработал теорию о необходимости стимулирования потребительского спроса путем поддержания высокого уровня реальных доходов населения. Это, по его мнению, ведет к росту продаж и оживлению торговли, что способствует развитию производства. В экономике с низкими доходами население получается замкнутый круг. Потребители из-за ограниченных доходов совершают мало покупок. Промышленность не развивается, нет прибыли. Сегодня правительства почти всех стран упорно борются с инфляцией и стремятся поддерживать рост реальных доходов населения, оказывающих влияние на многие важные экономические процессы страны. Каким же образом семья может поддерживать в условиях инфляции уровень своих доходов? Формы сбережения граждан. Во многих семьях полученный доход распределяется на две части. Одна предназначена для удовлетворения личных потребностей, другая образует сбережения. Как отмечают экономисты, с ростом дохода семьи растет и сумма ее сбережений. Сбережения – часть располагаемого дохода, который не используется на потребление. Почему семьи создают сбережения? Для одних это условия приобретения дорогостоящих товаров, например, дачи, автомобили и другое. Другие копят деньги на случай особых обстоятельств, например, потери трудоспособности, необходимость повышения профессионального уровня, оплата образования. Накопление помогает людям поддерживать привычный уровень жизни, например, после ухода на пенсию. Сбережения нужны многим людям, чтобы реализовать в будущем свои планы. Важно, чтобы накопительство не стало главной или единственной целью жизни, не переросло в болезненную страсть и не превратило человека в раба вещей. Создание сбережений – одна из функций семьи в обществе. Семья реализует эту функцию, взаимодействуя с банками, страховыми фондами. Денежные средства семьи, предоставленные этим организациям, на определенных условиях пополняют инвестиционные возможности экономики, то есть могут быть использованы для вложения в различные объекты экономической деятельности и получения положительного социального эффекта, например, в новое строительство или расширение действующих предприятий, реконструкцию старых предприятий, строительство школ, больниц и другое. Человек, имеющий свободные деньги, может вложить их в создание собственного дела или присоединить свою долю к коллективному предпринимательскому проекту. Однако это дело рискованное и далеко не всем по силам и требует, как правило, немалых средств. Многие наши соотечественники в период перехода к рыночной экономике в условиях высокого уровня инфляции направили значительную часть своих сбережений на покупку валюты. В 1996 году 18% доходов россиян было использовано на покупку иностранной валюты, преимущественно долларов США. А некоторые предпочитают хранить деньги дома, но это опасно и невыгодно, так как ценность денег из-за высокой инфляции постоянно утрачивается. Какой же способ сбережения выбрать, чтобы не только сохранить деньги, но и приумножить их? Доля затрат россиян на создание сбережений в общем объеме расходов семьи составляет в последние годы около 5%. Из общей суммы сбережений 44% вложено в банки, 36% накоплений находится в наличных деньгах, 19% вложено в покупку ценных бумаг, приносящих доход. Документ о том, что денежными запасами необходимо распоряжаться разумно, писал Адам Смит в своей книге «Исследования о природе причинных богатства народов». Когда запасы, которыми владеет человек, не превышают количества, достаточного только для содержания его в течение нескольких дней или недель, он редко помышляет об извлечении из них какого-либо дохода. Если же данное лицо обладает запасами, достаточными для содержания его в течение нескольких месяцев или лет, оно, естественно, старается извлекать доход из большей части этих запасов. Поэтому его запасы подразделяются на две части. Та часть, от которой он ожидает получить доход, называется капиталом. Другая часть – это та, которая идет на непосредственно его потребление. Во всех странах, где существует достаточно устойчивый порядок, каждый человек, обладающий здравым смыслом, старается употребить имеющиеся в его распоряжении запасы для того, чтобы добыть себе удовлетворение тех или иных своих потребностей в настоящем или прибыль в будущем. Могут ли современные потребители иметь доход от использования своего денежного капитала? Каким образом семья, отдельные граждане сохраняют и увеличивают свои сбережения? Один из способов сбережения – размещение денег на депозитном вкладе банки. В экономике банки привлекают у населения временно свободные деньги и предоставляют их в виде кредита. Значительная часть россиян хранят свои сбережения в том или ином банке. Что же их привлекает? Любой банк выплачивает своим вкладчикам процент от внесенной суммы денег. Процент – это цена, уплачиваемая собственнику денег за использование заемных средств в течение определенного времени. Вкладчик рассматривает процент как доход за разрешение пользоваться своим капиталом. Если вы внесли, например, на счет банки 10 тысяч рублей сроком на год и банк вернул вам 11 тысяч, то процент составил 1 тысяча рублей. Такая форма сбережения помогает вкладчикам надежно сохранить свои накопления от кражи, пожара и других неприятностей. Если банковский процент соответствует темпу инфляции, это дает возможность спасти деньги от обесценивания. Увеличение банковского процента способствует сбережению денег, а высокие процентные ставки – росту этих накоплений. Поэтому многие предпочитают положить деньги в банк. При высоких темпах инфляция – выгодный способ размещения сбережений, приобретения недвижимости, дачи, квартиры, земельный участок. Рост цен на объекты недвижимости, как правило, опережает рост инфляции. В России в 2006 году уровень инфляции составляет около 10% в год. В то же время цена квадратного метра жилой площади в Москве поднималась в среднем на 3-5% в неделю. Для семьи с незначительными сбережениями возможна покупка ювелирных изделий, драгоценных металлов, произведения искусства или недорогих объектов недвижимости. Ситуация. Семья Ивановых из двух человек имеет постоянный доход 200 тысяч рублей в год и сбережения в сумме 210 тысяч. В районе проживания семьи начато строительство гаражей. Семья решает вложить имеющееся накопление в постройку гаража и выплачивает по договору исполнителю строительных работ 210 тысяч рублей. За год цены на гаражи в этом районе выросли на 50%, и продажная цена гаража составила 315 тысяч рублей. Таким образом, рациональное размещение сбережений не только помогло сохранить их, но и принесло дополнительный доход семье. Еще одной удобной формой сбережения граждан является страхование жизни, здоровья, имущества. Как эта форма позволяет семье сохранить денежные ресурсы, вы узнали из материалов предыдущего урока. Учитывая, что наиболее распространенная форма сбережения и хранения населением денег в банке, рассмотрим ее более внимательно. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Банк оказывает помощь семьям, отдельным гражданам, выгодам использования свободных от потребления денег. Если банковский процент достаточно высокий, а вы имеете значительные денежные средства, то вполне можете жить на процент от своего вклада. Банк выступает посредником между владельцами сбережений и заемщиками. Главное правило в деятельности банка – хранить деньги вкладчиков, отдавать большую часть их взаймы другим лицам, получая за это доход. Это финансовое учреждение предоставляет следующие услуги гражданам. Открытие и ведение банковского счета, куплю-продажу иностранной валюты, осуществление расчетов по поручению граждан по их банковским счетам, предоставление кредитов и т.д. Каким образом банк учитывает поступление и изъятие денег своих клиентов? Чтобы узнать это, познакомимся с некоторыми банковскими операциями. Открытие и ведение банковского счета. Гражданин вносит денежную сумму на счет в банке, что подтверждается особым договором о выдаче ему сберегательной книжки. Вклады, депозиты в банк делят на вклады до востребования, могут быть изъяты вкладчиком в любое время. И срочные вклады помещаются на определенный срок. Счет может быть сберегательным для сбережения граждан и для проведения платежей. Например, оплаты квартиры, зачисления на счет пособия на детей, пенсии и т.д. За использование денег вкладчиков, как вы уже знаете, банк выплачивает им дополнительную сумму денег, процент. Клиенты банка могут также выплачивать банку определенную сумму за совершение операции с деньгами, находящимися на счете. Например, издательство выплачивает автору книги вознаграждение, авторский гонорар путем перечисления денег на его личный банковский счет. При изъятии денег автор выплачивает банку 1% от получаемой суммы за проведение операции. Предоставление кредитов. Привлеченные и собственные денежные ресурсы банк предоставляет в виде различных кредитов. Банковский кредит – денежная сумма, выдаваемая банком на определенный срок. На условиях возвратности оплаты определенного процента. В договоре между банком, кредитором и гражданином-заемщиком указывается сумма кредита. Его цель – срок возврата процент, уплачиваемый банку за кредит, гарантии возврата денег банку. Погашение кредита может быть единовременным или в рассрочку. Как правило, платежи делаются ежемесячно. При постоянном банковском проценте размер платежей постоянен. Но если темпы инфляции повышаются, то такие кредиты становятся невыгодными для банков. Кредит частным лицам предоставляется в двух основных формах. Личные займы без указания цели займа, выдаваемый обычно под личную подпись и с рассрочкой платежа. Потребительский кредит. Наиболее распространенный в мире вид кредитования граждан – потребительский кредит. В США две трети товаров повседневного спроса продаются в кредит, а кредитными карточками пользуются более 100 миллионов человек. Растет спрос населения на использование потребительского кредита и в России. Большинство людей испытывают трудности с накоплением денег, необходимых для покупки дорогостоящих автомобилей, бытовой техники, стиральных машин, холодильников и т.п. Что делать в подобных случаях? Одни семьи пытаются сэкономить, другие ищут дополнительные источники доходов или берут деньги в долг у родственников, друзей. Еще один способ решения проблем – покупка товаров в кредит, предусматривающая выплату их стоимости и процентов за кредит по частям. Потребительский кредит – это кредит, связанный с реализацией товаров непосредственно потребителям с рассрочкой платежа. Он позволяет потреблять товары, услуги до того, как покупатель в состоянии их оплатить. Если потребитель берет кредит на необходимую сумму и возвращает ее в рассрочку в виде ежемесячных платежей, то он избегает необходимости накапливать средства, прежде чем сделать покупку. В 2012 году Сберегательный банк Российской Федерации выдавал кредиты на приобретение готового жилья под залог кредитуемого или иного жилого помещения сроком на 30 лет с процентной ставкой от 9,5% годовых. Первоначальный взнос заемщика составлял 10%. Потребительский кредит используется для приобретения имущества, строительства, дачи и других семейных расходов, например, на оплату обучения, лечения или туристических путевок. Государство заинтересовано в развитии различных форм сбережения и кредитования населения, стимулирующих спрос населения и рост его реальных доходов. От положения дел в сфере семейной экономики в значительной степени зависит состояние экономики страны в целом. Мудрые говорят, нажить много денег – храбрость, сохранить их мудрость, а умело расходовать их искусство. Ауэр Бах, немецкий писатель. Года жизни 1812-1882. Спасибо всем за внимание. Берегите себя, будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.